Имам Ибналькайям Аль-Джаузия Джаваб Исчерпывающий ответ От издателя Уважаемые слушатели Работая над переводом ряда сочинений Имама Ибналькайяма Мы заметили, что в них многократно упоминается его труд Под названием «Исчерпывающий ответ» Поэтому мы приняли решение выполнить перевод этой замечательной работы Искренне надеемся, что данная книга станет достойным продолжением серии произведений Имама Ибналькайяма С учетом огромной ответственности перед Всевышним, а затем перед читателями Русский перевод был снабжен многочисленными ценными комментариями В основу которых легли коранические аяты, хадисы, тафсиры И высказывания авторитетных мусульманских ученых, преимущественно ранних Пусть Всевышний Аллах примет наш труд и сделает так, чтобы эта книга принесла много пользы слушателям Предисловие переводчика Книга, которая предлагается вниманию слушателей, известна под названием «Исчерпывающий ответ тому, кто спрашивал о целительном лекарстве» Но издавалась во всем мире и под названием «Болезнь и лекарства» Эта книга относится к числу полезнейших сочинений на тему очищения и воспитания души И побуждения к отказу от ослушания Аллаха и грехов А также к искреннему раскаянию в грехах, уже совершенных Изначально книга была посвящена одному из опаснейших недугов сердца Который отличается от других болезней своей сутью, причинами и лечением И если недуг этот одолевает человека, то лекарям трудно бороться с ним И он истощает больного и лишает его сил Это страстная влюбленность Автор книги относится к числу опытных и искусных врачевателей сердец Которые выписывают свои уникальные рецепты на основе Корана Заключающего в себе верное руководство, мудрое наставление и исцеление для недугов сердца И сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Миссией которого было научить людей Корану и мудрости Исправить их убеждения и поведение, очистить их души и указать им наилучший путь Его сподвижники, выпускники пророческой школы, были лучшей общиной, появившейся на благо людей Это было уникальное поколение, подобного которому не знало человечество Основой для данной книги послужил вопрос, заданный автору Его спросили о человеке, одолеваемом недугом, который, если от него не избавится, испортит ему и мирскую жизнь, и жизнь вечную Человек этот боролся со своей напастью всеми средствами, но с сожалением констатировал, что болезнь с каждым днем только прогрессировала Изучив случай этого пациента, лекарь в лице автора книги, видя, что на самом деле подобных случаев очень много, решил, что требуется подробный анализ и максимально полный, развернутый, а не краткий ответ Этого требовало чистосердечное отношение к задавшему вопрос и сострадание к нему и ему подобным Необходимо было подробно изложить причины этого недуга и разъяснить его негативные последствия, коснуться профилактических мер и указать способы лечения И он написал очень ценные и полезные главы, затронув такие важные и актуальные всегда темы, как мольба, дуа, условия ее принятия Всевышним и препятствия для получения ответа на мольбу Различие между ожиданием от Аллаха блага и обольщением его милостью Вред грехов и их влияние на жизнь отдельных людей и целых общин И наказание за них в этом мире и в мире вечном Говорит автор и об истинной сущности поклонения Аллаху и предавания ему сотоварищей, ширк И о том, почему ширк, в отличие от остальных грехов, не подлежит прощению Разъяснил автор и то, как страстная влюбленность противоречит единобожию, таухит Рассказывает он и о других негативных последствиях этого недуга, связанных с этим миром и с миром вечным Так ответ на вопрос превратился в объемную книгу Когда речь идет о столь серьезных вопросах и столь опасных недугах, ответ должен быть соответствующим Поэтому нет ничего удивительного в том, что великий ученый вместо краткого и сухого ответа Оставил нам целый труд, кладясь полезных сведений для стремящихся приобретать знания И соблюдать предписания религии должным образом В этом у Ибн Аль-Кейима был не менее великий предшественник, показавший ему достойный пример Это его учитель, имам Ибн Таймия, да помилует его Аллах Имам Ибн Аль-Кейим вспоминал Шейх Ислама Ибн Таймия, да помилует его Аллах Вел себя поистине удивительно Когда ему задавали вопрос о постановлении шариата в отношении чего-то Он упоминал в своем ответе масхаба четырех имамов, если мог, и причину разногласий Затем упоминал о наиболее правильном мнении А также приводил полезные сведения, имеющие отношение к заданному вопросу Которые порой оказывались полезнее для задавшего вопрос, чем то, о чем он спрашивал И он радовался этим комментарием и дополнением больше, чем непосредственному ответу на свой вопрос Эти его фетвы известны людям И кто пожелает ознакомиться с ними, обнаружит, что все действительно так Ибн Аль-Кейим также утверждал, что к проявлениям щедрости посредством знания Относится то, что ты не просто даешь его тому, кто просит его у тебя Но и даешь ему больше, чем он просит Когда тебе задают вопрос о чем-то Ты даешь исчерпывающий ответ на него А не ограничиваешься лишь совершенно необходимыми сведениями, как поступают некоторые Которые, давая фетву, ограничиваются словами «да» и «нет» Лучше, если ученый не ограничивается ответом на заданный ему вопрос Но и упоминает другие связанные с ним вопросы и дает полезные комментарии Так что ответ получается исчерпывающим и достаточным Если современное автору общества нуждалось в подобных разъяснениях и указаниях Несмотря на свою приверженность религии и на весьма ощутимое ее присутствие в жизни современников Имама Ибн Аль-Кейима, да помилует его Аллах То мы, сегодняшние, бесспорно еще больше нуждаемся в них Несмотря на то, что данное сочинение является по сути фетвой, содержащей множество лирических отступлений И охватывающей не только саму тему фетвы, но и многие связанные с ней вопросы Оно отличается упорядоченностью, логичностью и прекрасной организацией материала Легко читается и имеет форму последовательного повествования С обстоятельным разъяснением каждой затрагиваемой темы Условно, материал религии можно разделить на пять основных тем Первое, мольба, дуа Ожидание лучшего от Всевышнего Аллаха и предостережение от обольщения этим Второе, наказание за грехи, имеющее вид испытаний Третье, установленное шариатом наказание за грехи Четвертое, лечение недуга страстной влюбленности Просим Всевышнего сделать эту книгу благодатной и полезной для каждого слушателя Об авторе Шейх Шамсуддин Мухаммад ибн Абубакар ибн Айюб ибн Сад ибн Аль-Кейем от Димашки Аль-Хамбали Принадлежит к числу наиболее известных и выдающихся мусульманских ученых Он родился в 691 году по хиджре Среди его учителей так июддин Сулейман Аль-Кады, Абубакар ибн Абдаддаим, Ассафий Аль-Хинди и шейх Ислама ибн Таймия Ибн Аль-Кейем был выдающимся знатоком ханбалитского масхаба и давал фетвы В добавление к этому он хорошо ориентировался в писаниях иудеев и христиан И имел значительные познания в данной области Будучи выдающимся знатоком толкования Курана и основ религий Он достиг удивительных высот в этих двух науках Ибн Аль-Кейем известен также как знаток хадисов Не только заучивший наизусть множество из них Но и глубоко понимавший смысл этих хадисов Умевший анализировать их и извлекать из них нормы шариата Превосходно зная фикх и его основы Ибн Аль-Кейем был одновременно блестящим знатоком арабского языка И связанных с ним наук Таким образом он достиг высот практически во всех областях шариатского знания И при этом хорошо разбирался в разных религиях, течениях и масхабах Обладая столь обширными познаниями Ибн Аль-Кейем был очень привязан к своему учителю Выдающемуся мусульманскому ученому шейху Ибн Таймии И опирался на его слова и мнения Отстаивая их и подтверждая их правильность С помощью убедительных доказательств и неопровержимых доводов Он много времени посвятил обработке книг своего учителя и наставника И распространению его знания В конце жизни Ибн Таймии Ибн Аль-Кейем попал в заключение вместе с ним И был отпущен на свободу только после смерти своего учителя Ибн Аль-Кейем был учеником Ибн Таймии около 12 лет По словам одного из его учеников Ибн Кассира Ибн Аль-Кейем был очень деятельным человеком Который много времени посвящал молитве и чтению Корана Он отличался благонравием Его личность притягивала людей И по натуре своей он не был ни завистливым, ни злопамятным Ибн Кассир говорил Я не знал среди наших современников человека Который поклонялся бы Аллаху больше, чем он Он также сказал Его страстью было собирание книг У него их было так много Что после его кончины Его дети еще очень долго продавали эти книги Отделив те, которые желали оставить себе Ибн Аль-Кейем Автор многих замечательных трудов В разных областях исламского знания Среди которых есть даже поэма в 7000 строк К наиболее известным его сочинениям Относятся Прекрасные пользы Благодатный дождь благих слов Исчерпывающий ответ Запасы для дня воскрешения Помощь опечаленному Снаряжение терпеливых и запас благодарных Оповещение передающих от Господа миров Сад любящих и прогулка стремящихся Разъяснение клятв, встречающихся в Куране Дорога двух переселений Степени идущих Ключ от обители счастья Полезные наставления Проводник душ в обитель радостей Руководство для растерявшихся в ответах Иудеям и христианам Исцеление больного Труды Ибн Аль-Кейима и по сей день пользуются Огромной популярностью у мусульман всего мира Они отличаются ясностью, красотой слога, упорядоченностью содержания И представляют собой настоящую кладовую полезного знания Сочинения этого великого ученого На протяжении многих веков использовались мусульманскими учеными Для написания новых ценных трудов И сегодня редко можно встретить книгу В которой не упоминается Ибн Аль-Кейим И не цитируются его труды При жизни у Ибн Аль-Кейима было много учеников В числе которых и такие выдающиеся ученые Как Ибн Раджаб и Ибн Кассир И после его смерти люди продолжили пользоваться его знанием Обращаясь к его трудам Кадайбур Ханаддарий сказал о нем Не доводилось мне видеть человека с большими познаниями, чем у него Он преподавал в медресе Ас-Садрия И долгое время возглавлял медресе Аль-Джаузия Он написал своей рукой множество трудов И оставил множество сочинений в разных областях знания Он очень любил знания Неустанно записывал его Читал, писал труды И приобретал книги других ученых У него было столько книг, сколько не было, пожалуй, ни у кого другого Ибн Аль-Кейим скончался в 751 году по Хиджре В последний путь великого ученого провожало множество людей Известно, что после его кончины Некоторые люди видели о нем благие сны Субтитры создавал DimaTorzok